Путин Пророк 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 а к чему это все да какая связь знаете параллельно естественно из евангелия вспомнил из евангелия атеана это уже 11 глава это когда уже в принципе время иисуса время услужения подходит к концу его уже полагают схватить и убить уже буквально последние дни до его ареста в 13 главе мы с вами уже будем читать о его прощальном ужине с учениками 13 14 глава 15 16 глава прощальная беседа по дороге в гессиманский сад 17 глава сама молитва в гессиманском саду ну и арест отвратительный отвратительный суд над иисусом и отвратительный суд над иисусом его осуждение богохульное незаконное ни за что и точнее даже за что за добрые дела которые он творил освобождал людей проповедовал истину освобождал пленных измученных асу отпускал на свободу и дарил людям радость счастливой жизни пребывая в святой жизни пребывая в любви ко всему божьему творению за это его и распяли и вспоминая вот это место незадолго до его ареста это 11 глава мы с вами прочитаем сегодня побольше но вспомнил я как минимум 49 51 стих киафа один из них из священников который в тот год был первосвященником сказал когда они собрались посвящаться над судьбу иисуса что же им с ним сделать вот вы нибудь вы ничего не понимаете и не можете понять что лучше для вас для нас для вас для священников чтобы один человек умер за народ чем погиб бы весь народ он сказал это не от себя говорит автор евангелия иоанн но будучи в тот год первосвященником он изрек пророчество о том что иисус умрет за народ я подумал что может быть слова путина не такие уж не такие уж и бессмысленные давайте мы с вами прежде чем если к словам и сказанные сказанные слова путиным были 27 октября на валдайской там этой тусовки питерской да которая проходила не в питере уже в этот раз а поближе к мог к москве да вот сказано это был 27 числа октября месяца 2022 года ролик я я не помню точно когда его записал естественно плюс я у не один день готовил но на ю тубе остаются так скажем как говорят мета данные до выложил я его на youtube 16 октября 2022 года то есть где-то ну за 10-12 дней до речи путина я выложил свой ролик в котором я дал свои прогнозы свое видение даты второго пришествия иисуса христа и она практически а может быть и совпадать с мы об этом более подробно поговорим с прогнозами с пророчествами путина для этого я создал страничку на своем сайте христолюб.ру или христолюб.рф по-русски путин предсказал время второго пришествия давайте более побольше еще раз вспомним евангельское место еще раз эту 11 главу и она но более расширенная контекст прочитаем а некоторые из них пошли к фарисеями сказали что сделал иисус а иисус в это время исцелил слепорожденного исцелился порожденного уже уже воскресил лазаря четверо дневного умершего человека который во гробе уже начал разлагаться а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали что сделал иисус а иисус сделал такие великие дела тогда пересвященники фарисеи собрали советы говорили что нам делать этот человек много чудес творит если оставим его так то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом нашим один же из них нехты кафа мы еще раз с вами перечитываем все то же самое то что я то что прочитал будучи на тот год первосвященником сказал им вы ничего не понимаете и не можете понять что лучше для нас для вас для нас чтобы один человек умер за народ чем погиб бы весь народ это же он сказал не от себя но будучи на тот год первосвященником предсказала что иисус умрет за народ и не только за народ еврейский но чтобы и рассеянных чад божьих всех народностей и национальности собрать воедино с этого дня положили убить иисуса давайте еще чуть-чуть прочтем просто ради я думаю что для тех кто любит евангелие не всегда сладко слышать эти речи потому иисус уже не ходил явно между иудеями а пошел оттуда в страну близ пустыня в город называемый ефраим и там оставался с учениками своими прибыл же приближалась пасха иудейская то есть все последняя пасха которую иисус праздновать своим учениками и многие из всей страны пришли в иерусалим перед пасху чтобы очиститься тогда искали иисуса и стоя в храме говорили друг другу как вы думаете не придет ли он на праздник первосвященники же и фарисеи дали приказание что если кто узнает где он будет то объявил бы объявил бы нам бы рассказал дабы взять его арестовать его я даю свой комментарий что оказывается бог может вкладывать пророчество и в уста детей дьявола богохульников и убийц самого начальника жизни которым является иисус христос вы помните это прекрасное определение являющиеся сущностью иисуса он есть начальник жизни петр в своей первой великолепной своей первой речи после пятидесятницы когда они приняли святого духа в своей первой речи так и говорил начальниками убийцами которого сделались вы ибо вы начальника жизни погубили великолепное место более того еще раз я хочу с вами вчитаться в этот момент ну во первых давайте немножко все-таки это место растолкуем и о нем поговорим да после всех этих чудес и великолепного сам это скажем последнего перед вот эти третьи пасы которые созданы которые служил до три с половиной года перед этой пасхи уже исцеляю воскрешает своего больного потом от болезни умершего друга лазаря который уже четыре дня уже был положен в могильную пещеру так называемую раньше людей не в гроб закапывали как сейчас а вот клали в такие в скале в какой-нибудь вырубан вырублены могильной пещере так скажем пещере но ее называли могильной потому что там людей клали пока они не сохнут да вот к тому же положили этого лазаря туда да привалили камнем большим обычно делают несколько человек чтобы один человек потом не мог его отвалить да иисус возвал оттуда приказал ему выйти четырехдневно разлагающийся уже лазарь спокойненько живой здоровый в уме и здравой памяти оттуда вышел об этом узнали все в том числе вирусалиме ибо это было недалеко и от иерусалима где жил лазарь сам да и многие как написано шли веровали в иисуса в евангелие не только потому что он это говорил а из-за лазаря потому что знали он был известным человеком его многие знали в том числе вирусалиме знали уже болезни знали о том что он умер его похоронили как всегда с почестями с процессиями да и тут бац и он живой и много людей пошло смотреть как же так что за чудо и кто сотворил это чудо и вот некоторые из этих людей кто в при всем этом свидетельство пошли к фарисеям и сказали им что сделал иисус тогда первосвященники и фарисеи собрали советы говорили что нам делать этот человек иисус много чудес творит если оставим его так то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом конечно же эти иудейские первосвященники в частности во главе с первосвященником которого каждый год избирали о чем они заботились они беспокоились о народе нет это были богатые властные тщеславные люди все о чем они заботились что если люди пойдут за учением иисуса христа путем его жизни его учения что они все это оставят они оставят своих этих иудейских первоначальников священников проповедников так называемых богословов книжников фарисеев они просто будут не нужны то что иисус проповедовал что любовь свободу и вечную жизнь все это внешне все что чем занимались все эти обряды до иудейские они никому не нужны конечно они переживали как же они как же господствовать не над кем до доить никого славу получать нет кого конечно для них это печаль и горе и конечно же для них что нужно было делать некий первосвященник на тот год кафа говорит что вы такие тупые я сейчас буду современным языком говорит неужели вы не можете понять что нам надо убить лучше одного человека чем погибнет весь народ ну прикрывался он благими намерениями как это всегда конечно же те кто слепо следовал иудаизму считали что если вдруг ты да не надел платочек или сострег бороду ты сразу пойдешь в гиену вечную в гиену огненную на вечные муки конечно же если мы вот такого богохульника не убьем что же тогда весь народ перестанет до десятину платить бороду носить платочки и женщины перестанут голову прикрывать и жертву приносить и прочие вещи молитвы сутками творить в храме в центре иерусалима до иску и кучи 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 тучи обрядов которые как сами апостолы говорили ни отцы наши не мы соблюсти не могли это это бремя бремя законы бестолковое да что мы должны побивать оказывается никого камнями побивать не надо не даже женщину взятую в прелюбодеяние что же это такое так как же мы будем над народом господствовать и конечно же что же вы такие будет тупые лучше нам одного замочить до чем 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 весь народ мы же его потеряем потеряем свое место кто мы станем кому мы будем нужны римлянам и не нужны одно дело на своем народе восседаем до господствуя тщеславись и обогащаясь за счет него а что мы тогда делать будем конечно же они полагают убить христа ради славы власти и денег и богатства это те 33 искушения которые отверг иисус в пустыне в которой они погрязли по уши по самую макушку но говоря это конечно же мы видим с вами что на самом деле первосвященник это кайф он не пророчествовал он в своих словах говорил просто то зло которое он хотел сделать будучи детям дьявола иисус им прямо говорил вы дети дьявола потому что ищите убить меня с этого дня написано они положили убить его это дети дьявола изрекал пророчества конечно нет ему было открыто духом божьим что-то конечно нет его добра чистая святая жизнь изрекала через его уста будущее нет но действительно в том что он как он выразился получилось пророчество о том что действительно уже ученики христа а потом и дальше ученики учеников и все мы с вами современные христиане когда-то познавшие евангелие дошедшие до нас сквозь призму всех этих бредней веков до узрели жизни учения с христа в жертвенной любви даже к врагам мы все начинаем так жить и тем самым становимся гражданами небесного царства иисуса христа в котором все мы когда-нибудь обязательно очутимся и действительно получается что убили они иисуса да не только ради даже еврейского народа ради всех но естественно не то о чем они имели ввиду конечно же кайф и не понимал о чем он говорит но выразив все но выражу выражившись так до вырази свои мысли он получается пророчествовал я надеюсь теперь вам это место понятно я хочу теперь обратить внимание на речь путина путин президент я не просто так сделаете такие слайды то есть путин президент что он говорит мы стоим на историческом рубеже впереди наверное самое опасное непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания второй мировой войны о чем он говорит давайте сначала прочитаю что я записал чтобы не забыть и еще своими словами поговорим путин произнес свою речь на валдай 27 октября 2022 года он говорит что нас ждет самое опасное десятилетие со времен окончания второй мировой войны а значит за всю историю человечества путин говорит что это мы стоим на историческом рубеже рубеж это граница то есть какая-то какая-то крупная рубеж тысячелетий на рубеже тысячелетий 1999 год 31 декабря 1999 года все рубеж дальше 1 января чем 2001 года третьего тысячелетия то есть рубеж это что-то такое глобальное до границы между чем-то очень важная такая день от дня в принципе тоже рубеж между днями есть да то есть на историческом рубеже историческим рубежом но обычно называется очень крупные вещи очень крупные чтобы это в истории в глобальной истории тут хоть путин не употребил такие слова как глобальным мы стоим на истории на глобальной историческом рубеже или из той историческом глобальном рубеже ну нет да он любит геополитику то все глобальность да у него у него хотели это слово как-то в каком контексте здесь не промелькнула хотя вся его речь была глобализации там вы помните кто что-то это все слушал вот это очень важно на историческом рубеже он пророчествует да он понимает о чем он говорит нет только христиане понимать какой исторический рубеж мы переходим а исторический рубеж очень 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 глобальный для человечества это две тысячи лет христианство без христа во плоти с нами который переходит в тысячелетнее царство христиан со своим учителем господом и женихом иисусом христом вот какой исторический рубеж мы с вами переходим понимает ли это путин конечно нет пророчествует он похоже на то впереди наверное он говорит он именно поэтому употребляет слова наверное он как бы точно не знает он не пророк ему не говорит бог голосом в умное сердце нет но он знает что он хочет сделать что они хотят там за мысля советом беззаконников о которых мы с вами только что прочитали они знают каяфа пророчествовал о том что он убил что убив иисуса они спасут народ да нет они собирались это они знали что они хотели сделать они знали что они решили они знают что они хотят они хотят убить христа тем самым якобы народ спасти а то вот он же перестанет бороду носите платочки жертву приносите десятинки всего в гиень огненную попадут а так видите они богохульника убили а весь народ спасли они все после своей святой жизни отправиться на лоно аврамова он пророчествовал нет он говорил то что они задумали путин пророчествует нет это 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 кровавое адское десятилетие опасно как он написал самое опасное они готовят они готовят и хотят его реализовать он пророчествует нет что это самое опасное они его готовят понимает он что она самое опасное он пишет со времен окончания второй мировой а это будет вообще самое опасное не только со времен втором во-первых говоря со времен Второй мировой, он говорит, что это будет еще хлеще, поэтому оно самое опасное, что Вторая мировая просто отдыхает. Да, так. Он пророчествует? Нет, они готовят. Ужас похлеще Второй мировой войны. Но он пророчествует, что это самое опасное будет. Со времен Второй мировой, а знаете, со времен всего человечества, потому что человечество раскручивается по спирали. Вся история человечества раскручивается по спирали. Масштабы все раскручиваются по спирали, Благодаря вот именно этой же самой глобализации Он пророчествует? Нет Он говорит то, что они собираются делать Но в его словах, в его фразах проскакивает и пророчество Что это самое опасное Другого больше не будет Это и будет последнее Потому оно самое опасное Так бы он сказал просто очередное опасное А оно самое опасное Пророчествует он этим словом самое Неведомо Пророчествует Но с какой даты начать То есть мы с вами видим Десятилетие Дальше я задаюсь вопросами Но с какой даты начать отчет этого десятилетия То есть Путин говорит о неком десятилетии Но с какой даты его начать Может быть с даты его высказывания 27.10.2022 года Где этот исторический рубеж найти-то На котором мы стоим И скоро перейдем Где этот рубеж Мы стоим Значит мы при дверях Мы вот Десять лет И мы перейдем Он говорит Мы стоим на историческом рубеже Сейчас самое опасное десятилетие И мы переходим его Мы вот при дверях Мы с вами Утро 31 декабря 1999 года Еще день И мы перейдем Мы на рубеже исторических Вот до границы осталось Десять лет И мы перейдем С какого дня вести отчет Господин Путин Может быть с даты его высказывания Может быть А может быть В 2023 году Нас ждет Какое-то знаменательное событие С которого и начнется Это ужасное десятилетие Я напомню вам Еще одну фразу Путина Буквально сказанную За несколько месяцев До этого высказывания Что они еще В Украине То что они уже начали Но они еще На самом деле Ничего пока не начинали Я напомню Это было сказано О вторжении в Украину И он охарактеризовал Это событие Что это еще не начало Они пока еще Ничего не начинали Это только разминка Самого опасного Десятилетия Это еще не начало Потому что Может быть Действительно Надо начаться С даты вторжения 24 февраля 2022 года Нет Он прямо сказал Я говорю Это было Кто помнит Кто Я уж не помню Я помню Где он это сказал На очередной Сессии Сборище Это надо найти Я не стал это искать Но я надеюсь Кто следит Естественно Сейчас за этим Наверное Весь мир следит Вы помните Как он это сказал Эти уже фразы На мемы нарезаны И все В свои ролики Вставляют Ну вы знаете Я видео Отрезки вообще Не вставляю Чтобы не забанили Канал Он так и сказал Когда его спросили Или не спросили Я уж не помню Как было Он прямо сказал Это все разошлось Даже в нарезках По всему Так с какого тогда С его даты Нет Он говорит Заметь Он говорит Что впереди Впереди Он 27 Говорит Что впереди Десятилетие Нет Не сегодня Я его объявляю Он не вышел И не объявил Вот сегодня Я объявляю там войну А значит Там объявляю Допустим Десятилетие Нет Он говорит Впереди То есть Они еще ничего не начинали Но впереди Нас ждет Самое опасное Десятилетие Конечно Я немножко И давайте дальше Скажу А может быть В 2023 году Нас ждет Какое-то Заминательное событие С которого Начнется Это ужасное Десятилетие Если так То прибавив К 2023 году Десять лет Получим Год 2033 Ну и дальше Я говорю Что 16 октября 2022 года Я вам что-то сказал Да На своем YouTube-канале Я опубликовал Видео С моим видением И прогнозом Даты второго Пришествия Иисуса Христа На землю И я объявил Что это будет Лето Лето Господнее Благоприятное Это будет Лето 2033 года Как говорит Немало известный Тоже Киселев Совпадение Не думаю Ну или уже Как говорится Решать вам Да Что это Совпадение Или не думаю Как вы считаете Нужно Конечно же Я отчасти Может быть Вы скажете Подтягиваю К 2033 Году И я к тому Что Если От 2033 Года О котором я сказал Отнять 10 лет То получается 2023 Год Но Как я вам говорю Как подтягивай Не подтягивай Все-таки Путин говорит Что 27 Октября 2022 года Они еще ничего Не начинали Он говорит Впереди Он не объявляет Этот день Началом Что началось Что мы вошли Он говорит Впереди Это очень важные Тоже слова Как я вам говорю Возможно он сам Не понимает Что он говорит Но он пророчествует Впереди Исторический рубеж Переход Это очень важные слова Поэтому мне кажется Что нас Что-то ждет Очень важное И страшное В 2023 году И с этого Можно будет Отложить Возможно Конечно Объявление То же самое Войны Уже официально С этого Момента Начнется Вот это Самое опасное Десятилетие В своем Видео О дате Второго Пришествия Иисуса Христа И вообще По книге Откровения Я исповедую Что это Семилетка Семь лет Вот Но я всегда говорил Что точно Мы не знаем Я склоняюсь К семилетию Но возможно Этот период Немного больше Может быть Он был Быть 10 лет Я говорил Вполне может быть Он может быть Каким угодно Это точно Небольшой период Перед вторым Пришествием Иисуса Христа Больше похоже Благодаря писанию Книги Даниила На 7 лет Ну и Путин То проповедует Не по Книге Откровения Да И не по Даниилу Он говорит Просто свои слова Просто удивительное Совпадение Потому что Конечно же О том Чем я говорю И как я пришел К этой дате Вы узнаете Посмотрев это видео Кто не смотрел Конечно же Там другие расчеты Как я вам Не зря засвидетельствовал Что ролик был записан 16 октября А речь Путина Была произнесена 27 То есть Связки не было никакой Я естественно Под него никак не подгонял А как раз Вспомнив его Эту речь Вспомнив Этот случай Из Евангелия С Иисусом Христом Как против него Сговорились И пророчествовали Вот таким вот образом Да Пусть кривым Каким-то Через Вроде бы Не пророк И вроде бы Сами дети дьявола Действительно Произнося что-то Вслух Оказывалось Что это Имеет Так скажем Действительно Настоящее Само будущее По сути Можно назвать Пророчеством И это не я Назвал А именно Евангелист И дал этому Определение Что по сути Каиафа Будучи на тот год Первосвященником Такими вот Оборотами речи Хоть он в это Вкладывал другое Но по сути Вложив уже Истинный смысл Получается Что он туда Пророчествовал О будущем Хотя я говорю С другим абсолютно Смыслом уже Который вкладывают туда Христиане Это действительно так Аналогично Вот так вот Параллельно Я поступил Здесь с высказыванием Путина Дело не в том Что я хочу Подтянуть Под свои прогнозы Но как я вам Еще раз сказал Известной фразы Киселева Совпадение Не знаю Время покажет Время покажет Ну что-то уж Больно много В последнее время Получается Каких-то Совпадений Вот что Поэтому Будем держать Ухо на востро Я так уже Я уже об этом В принципе говорил В своих Вообще прогнозах О самих событиях Случающихся Вообще 2023 год Нас ждет Какой-то Караулиный Конечно Поход на то Поход на то Что все Что было До этого Это ток цветочки Конечно же По моим прогнозам Там 2033 год Если отнять 7 лет То как раз Сама книга Апокалипсис Открывается С теми Конями С всадниками На конях В частности Первого всадника На белом коне И отец И отец На внука В общем Все тут пойдет В такую Ку тюрьму Полезть Вот Но Ведь все не бывает Вот так вот Знаете Бац И все Бац И тут Гитлер появился Нет Кто знает Историю Все это так Не происходит Вот И поэтому Это все Может еще Это Путин Видит как Десятилетие Вот А Ну Христиане Видят немножко По-другому И поэтому Тут тоже У меня никаких Разногласий Нет Главное Что Похоже на то Что совпадает С датами Вот мы посмотрим Если он в 23 году Объявит Начало чего-то Или пусть даже Словом это не обозначит Будет понятно Что что-то Что начнется такое Вот Ну Кажется Что мы уже В Российской Федерации И так уже Все начали И до такого Докатились Но Знаете Пока не становится Хуже Нам все время Кажется Что вот Сегодня Предел уже А потом Когда мы Очередное дно Пробиваем Мы понимаем Что Да мы еще Оказалось Там было еще Не так плохо Оказалось Это еще Было не так Низко Вот мы с вами Посмотрим Когда они начнут Это десятилетие Вот такое Вот мое Сегодняшнее видео Надеюсь Оно вам было Интересно Полезно Назидательно Каждый Сделает свои Выводы Факт Остается фактом Мне это на сердце Легло Я решил Не обходить Это стороной Потому что Уж больно Больно Свербило Больно Похоже Больно Как-то Все Как-то Совпадает Сладенько Как я говорю Я решил Все-таки Этим поделиться Может быть Я ошибаюсь В этом плане Я не настаиваю Сказал на пророчество При записи ролика О дате Второго Председства Христа Я сказал Что это Мое личное мнение Это то Что То что у меня Лежит на сердце Бог уж там Полагает Или это мои Собственные домыслы Время управит Поделился тем Что имею Что знаю Что понимаю Что ощущаю Ну и как вы видите Вот такими вещами Тоже буду делиться Пока все идет Вот Вот так Так что Опасное десятилетие На рубеже Исторических эпох Что-то уж больно Как-то Как-то прям Близко На этом у меня все Продолжение следует... Продолжение следует...